Друзья, всем привет! Сегодня я впервые за много-много лет села на велосипед И этот велосипед, несмотря на то, что я сама его покупала, я его выбирала чисто по внешнему виду И он называется Сеул, то есть Сеул Но как бы из чувств патриотизма я его выбирала и по внешнему виду Он беленький с красненьким, такой хорошенький В общем, я его купила Примерно год назад, наверное А он оказался совсем неудобным для меня Он оказался мужским, спортивным Если честно, когда я его покупала, я вообще ничего не понимала в велосипедах Как они должны выглядеть именно О, женские велосипеды В общем, ладно, что есть, то есть Сейчас на нем катается муж А я, может быть, себе потом куплю какой-нибудь другой женский велосипед Почему он меня не устраивает? Да, здесь очень высокая вот эта вот, ну, чисто мужская перекладина И сидушка сама, насколько ее не опускай, как бы, она все равно находится довольно высоко И я не могу, например, если что-то случается, вот так затормозить И встать ногами Ноги у меня, короче, не достают до земли И это очень опасно Все-таки женщины должны ездить на женских велосипедах Если эти женщины не с длинными ногами Сегодня я хотела бы обсудить тему отношений Между иностранцами и кореянками Ну, лично на своем примере И на примере каких-то своих подруг Своих знакомых русскоязычных Многие из вас, те, кто интересуется вообще Азией Наверняка слышали уже, что с корейцами, с японцами Очень сложно завязать какую-то такую серьезную дружбу крепкую Чтобы, вот знаете, как у нас обычно в песнях поют Да в кино показывают Такая вот крепкая-крепкая дружба Когда ты все доверяешь И все свои секреты И друг тебя всегда поддержит И не предаст В общем, да, все русскоязычные отмечают то Что с корейцами, в принципе, такое не прокатывает С японцами еще сложнее Но вот с корейцами как бы Знакомство водить нормально Но какую-то крепкую дружбу создать практически невозможно А, что я хочу сказать по этому поводу Я хочу сказать, что корейцы в этом плане Они просто очень умные, очень мудрые И они понимают, что какие-то приятельские отношения Это всегда хорошо Например, по интересам Но доверять какие-то прям такие вот секреты Секретные Довольно бывает часто чревато Так, прошу прощения Дети бегают В смысле сбилась Да, пока я была я молодая Я верила в это вот все В какую-то там крепкую дружбу Друг никогда не предаст С друзьями нужно делиться всеми своими сокровенными секретами Но как показала жизнь Я, конечно, не хочу сказать, что я прожила всю жизнь Там 70 лет Нет, я прожила всего 36 Но как показал мой опыт Может быть, кому-то будет интересно Кому сейчас 16 И он такой же наивный, как я была когда-то В общем, самыми жестокими людьми на жизненном пути Самыми такими бескомпромиссными Самыми жестокими Как правило, оказываются именно самые близкие люди Я сейчас не имею в виду родственников Как правило, конечно, родственники Все-таки и есть самые близкие люди Которым можно и нужно доверять Но вот я имею в виду именно друзей Которым вы когда-либо открывались Делились какими-то сокровенными своими тайнами Как правило, именно эти люди Оказываются самыми такими врагами Но даже не то, что врагами Но теми людьми, которые вас предают по жизни Ибо у них есть какой-то на вас компромат И если ваши точки зрения хоть в чем-то расходятся Я знаю, многие сейчас из вас скажут Вот, всю жизнь дружу с подругой И никогда у нас ничего такого не было Мы храним секреты, все ништяк На самом деле так и есть До поры до времени Пока ваши интересы в чем-то не начнут расходиться Поэтому я хочу призвать Молоденьких всех девчонок Даже если вы уверены сто процентов Что эта подружка вас никогда не предаст Что вы можете ей доверить Свою мою сокровенную тайну Никогда этого не делайте Корейцы умные, они давно это прощупали Они давно это поняли И какие-то приятельские отношения Они всегда поддерживают Очень хорошо Причем у них это очень сплоченно всегда происходит Но есть такая грань Есть такая грань, которую корейцы не переходят Которую очень хочется нашим русским Чтобы они перешли Но они ее не переходят Эту грань И нам кажется Что вот они такие секи Не хотят дружить Не хотят быть вот такими Закадышными подругами Но на самом деле На самом деле они правы Когда взрослеешь Когда у тебя появляется семья Ты все равно у тебя в приоритете Всегда будет семья А не подруги Какие-то знакомые Даже вот русские подруги С которыми мы постоянно общаемся Да Я не могу свободно вот так взять Например я сейчас иду на улицу Давай выходи Ну как в детстве знаете Давай выходи Пойдем там покатаемся на великах С возрастом Да В таком уже возрасте Когда у людей У всех есть семья Все это пропадает Такого нет Как в детстве Там В любой момент И всегда можно было Сблатовать там друзей куда-то Да Такого нет Каждый все равно Предпочтение отдаст Каким-то семейным Мероприятиям Например если я собралась куда-то Выйти и звоню подругам Там одной надо Мужу готовить ужин Кому-то встречать детей Кому-то тот И в принципе у меня то же самое Когда мне звонят подруги У меня тоже естественно куча дел Не потому что мы такие плохие И мы вообще не умеем дружить И все такое Просто действительно с возрастом Меняются приоритеты Вот и все Это нормально Да у меня в жизни Встречались вот такие предательства Подруг Когда я еще была молодая Мне было там 20 лет Я со всеми обо всем делилась И до сих пор И до сих пор Я как бы получаю от этого отдачу До сих пор Все мои какие-то там секреты Вся моя личная жизнь Все это выворачивается сейчас наизнанку Теми кому Кому это стало выгодно вдруг Понимаете По разным причинам Это кому-то становится выгодным Кто-то завидует Кто-то Просто разошелся во мнениях Кто-то еще что-то Причин масса Причин масса Для того Чтобы вот это вот все Начинать Все вот эти вот компроматы На вас вываливать Понятно что Не существует людей Каких-то там Да Идеальных У всех есть какие-то скелеты В шкафу Так вот Этими скелетами Я призываю всех вас Не делиться С какими-то подругами И вообще лучше дневник заведите Не надо ни с кем делиться Даже родственники Хотя Конечно Родственники все-таки реже Но даже родственники Бывают Предаются Какой-то сложный момент Поэтому Лучше Лучше Ваша подруга Пусть будет Это Ваш дневник Вот И корейцы Это просекли Японцы Это просекли А наши До сих пор Наверное Смотрят Какие-то детские мультики Какие-то наивные Такие Фильмы И верят В какую-то бескорыстную Вот эту вот Дружбу Я не исключаю Может быть Один процент Из ста Встречаются Такие бескорыстные Прям друзья Которые при любом Раскладе Окажутся такими Знаете Святыми Просто святыми При любом Раскладе Даже если вы Мужа там у нее Уведете Или еще что-то И они все равно Такие святоши будут И будут до конца До смерти Хранить все ваши секреты Если и есть такие Люди То их Не больше Одного процента То есть у вас Шанса практически нет Что в вашем случае Так случится Да Я не говорю Что вы должны Там сильно провиниться Увести кого-то мужа Там или еще что-то Но даже Малейшее какое-то Малейшее какое-то Разногласие В основном 90 процентов Ваших Так называемых Хороших Подруг Превратятся В ваших Самых Жестоких Недругов Поэтому Сто раз Подумайте Да В принципе Это все О чем я Именно Сегодня Хотела Поговорить Ну Если хотите Давайте Вот так вот Еще покатаемся Дождь пошел Правда Главное Чтоб на камеру Не накапало А так-то Ничего Дождик Такой Небольшой Все Сейчас я Здесь на мостике Развернусь И поеду Обратно В общем Что касается Моих отношений С кореянками Вот И Несмотря на наши Такие близкие Отношения Когда мы Переезжали В какой-то Другой район Связь Обрывалась Вот И сейчас Как бы Я просто Поддерживаю Такие Приятельские Отношения По интересам Детей В основном Когда Софья Занималась Гимнастикой Мы с теми Мамами Дружили Когда Она гимнастику Бросила Мы сразу же Все отношения Разорвали И Сейчас Дружим Там С мамами Из садика С мамами Из школы В общем Какие-то Такие отношения Приятельские Разговариваем На всякие Темы Что касается Детей Что касается Образования Ну иногда Чем-то Таким Более-менее Личным Делимся Но Это Нельзя Назвать Совсем Уж Таким Прям Личным Каким-то Так Более-менее Вот так Вот Поверхностно Чем-то Совсем Уж Таким Личным Конечно Никто Не делится И Сейчас Я считаю Что Это В принципе Правильно Со Своим Жизненным Опытом Да Я уже Понимаю Что Это Идеальная Модель Такая Закадычные Друзья Должны быть Только в детстве Для каких-то Подростков Сейчас С таким Еще Подростковым Максимализмом Сейчас Моя Речь Покажется Чересчур Какой-то Циничной Скажет Вот Уехала Там В свою Капиталистическую Страну И совсем Циником Стала Но Циником Я стала Не из-за Корейцев Друзья Циником Я стала Здесь Из-за Русскоязычных Столько Я от них Увидела Здесь Говна Столько Грязи Столько Предательства Сколько Ни один Кореец Мне Никогда В жизни Не Сделал И Не Сделает Никогда Поэтому Дело Здесь Не Корейцах Просто Со Временем Приходит Вот Это Понимание Вот И Все Ну Что Ж Я Думаю Не Сильно Вы Взгрустнулись Сегодня Все Таки Тема Не Касалась Политики Тема Касалась Отношений Каких-то Людских Человеческих Если Вам Мат Если Вы Хотите Болтать На Разные Темы Ставьте Лайки Пишите В комментариях Какие Темы Вы Еще Хотели Обсудить Да У меня Сейчас На Примете Очень Много Тем С Ваших Комментариев Вы Спрашиваете Там И Про Отношения С Родителями И Про Софь Учебу Про Школу В общем Очень Много У вас Вопросов Которые Вас Интересуют Поэтому Да Друзья Вы Для Меня Самые Настоящие В любом Вопросе Найдутся Те Кто Меня Поддержит Кто Пожелает Добра Моей Семье Я Вас Люблю И Обнимаю Крепко Семье Найдутся Семь 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 Семь